Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Постараемся сделать интересную и насыщенную программу. Ну, пару слов я сначала о себе расскажу. То есть, меня зовут Рыбаков Алексей. Я с 2011 года изучаю Санфрид. Сначала с индейцами изучал, потом в МГУ. И также в Лейдене, в институте в Индерландах. Я периодически езжу туда в летнюю школу. То есть, ну, мне интересен сам язык, и мне интересна его связь, собственно, с нашими славянскими языками. И, ну, в адекватном, скажем так, аспекте, без всяких мифов. Но при этом, действительно, чтобы разобраться, а не просто говорить, что вот есть разные индоевропейские языки, и типа все они между собой более-менее в одинаковых отношениях состоят. Но на самом деле нет. Не все, какие-то ближе между собой, какие-то дальше. И, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Ну, моим научным руководителем была Вера Александровна Кчергина. Ее первый учебник по санфриту вышел в 1956 году. Мне повезло, что в 2014-2016 годах я имел возможность у нее учиться. Ну, и, собственно, в Лейдене, ну, это город Нидерландах, там достаточно старый университет, и там один из современных центров изучения, в частности, ведийских текстов от Харваведа. Вот, они организовывают такой формат летняя школа. Вот, как они сами говорят, мы собираем раз в год тех, кто занимается настолько никому не нужными языками, что в отдельных университетах там они будут там чуть ли не единицы по два человека, поэтому группы для них делать не будут. Поэтому, вот, летняя школа, это вот тот формат, когда можно там приехать и изучать разные языки, там, авистийский, ведийский, ну, авистийский, ведийский, это еще не самые такие редкие вещи. Это вот за 2014 год. Вот, то есть, такова моя сфера интересов, и мы с вами сегодня будем говорить, собственно, как и заявлено в теме, про родство санфрита и славянских языков, что об этом говорят ученые, в частности, ну, как бы новейшие данные. То есть, что нас в сегодняшний день уже известно, то есть жестко, вот, никто-то где-то придумал, ни какие-то гипотезы, которые, может быть, актуальны, может быть, нет, а вот что на сегодняшний день является наиболее важным, что уже открыто, что уже точно известно, что известно не точно, но большинство людей к этому склоняются, мы об этом сегодня и поговорим. Вот, ну, во-первых, есть такая в целом наука, как индоевропеистика. То есть, начиналась она изначально, конечно же, с лингвистики, но сейчас туда еще подключилась генетика и археология. То есть, изначально, ну, все это началось еще в 18 веке, когда европейцы познакомились с Анфриитом, увидели, что он очень похож на древнегреческий и латынь, и поняли, что это не может быть совпадением, что за этим должно что-то стоять, начали искать общий праязык, и, соответственно, изучать тех людей, что это были за люди, которые говорили на этом праязыке. Вот, ну, поскольку современные индоевропейские языки этому родственны, то всю эту семью назвали индоевропейской, то есть от Индии до Европы. Вот, ну, немцы до сих пор называют их индо-германскими языками. То есть изначально, то есть индоевропейстика, это наука, изучающая, кто были эти люди и как они жили, кто говорил на индоевропейских языках. Поэтому начиналось это все с лингвистики, но потом подключилась археология, ну, и в последние десятилетия наиболее важное открытие делает, собственно, генетика, потому что можно взять ДНК человека, посмотреть, кто как жил, да, какие они были, какие имели керамику, какую технологию, кто они были там, ну, не то чтобы по национальности, но хотя бы вот, чтобы разделять какие-то разные популяции древности по генетическим маркерам. Вот, ну, и, собственно, чему нас учили этим летом в Лейдене, да, вы можете видеть, это стандартное дерево родства индоевропейских языков, но это я сам фотографировал слайд, поэтому тут под углом, то есть здесь у нас разные ветви индоевропейских языков, и вы видите, может, там, ой, то есть, ну, первый этап, второй, третий, четвертый, там, пятый, то есть, ну, деление, то есть вот это был изначально народ, как индоевропейцы, но на самом деле это изменение языка, да, то есть был некий про язык, потом на нем говорила какая-то популяция людей, потом первую из этой популяции часть ее ушла, и они стали хеттами. Следующая часть это Тахара, ну, и дальше, дальше, вы можете видеть, что на сегодняшний день наиболее близкими, ну, естественно, славян объединяют в первую очередь с балтами, поскольку мы тут всю жизнь, несколько тысячелетий бок о бок живем, и, ну, славяне и балты, у нас очень много общего, вот, но второй поблизости группы для нас являются как раз индеранские языки. То есть это вот то, что на сегодняшний день известно, причем вот именно вот это уточнение, оно не столько за счет лингвистики сделано, сколько за счет ДНК и археологии. Поэтому, ну, вы в интернете можете поискать разные схемы вот этого дерева эндоевропейского языков, как раньше их рисовали еще с 18 века. В 18 веке сначала там выделяли одну нашу германо-балтославянскую ветвь, потом поняли, что германы, они как к балтославянам напрямую не относятся, что это отдельно, но на сегодняшний день наиболее актуальная схема этого деления выглядит вот так. То есть на самом деле генетические и археологические данные говорят нам о том, что все-таки балты и славяне, они среди всех остальных индерапейцев ближе именно к индеранцам. Вот, ну, мы чуть-чуть поговорим про генетику и археологию, чтобы понимать, откуда это берется и как это анализируется. Вот, соответственно, есть такие генетические маркеры, то есть, ну, ученые для того, чтобы изучать разные популяции, нашли у человека такой ген, он особо ни за что не отвечает, ничего важного не дает, но он сыну всегда передается от отца. Соответственно, мы можем взять анализ любого мужчины и проследить его прямого предка по мужской линии там на 10-15 тысяч лет в прошлое. Ну, и за счет этого вот изучают разные популяции людей и на этой карте мы видим, да, наиболее частый ген. То есть, естественно, там все смешаны, да, но здесь именно у кого доминирует какой ген. Вот, ну, то есть для того, чтобы разделять популяции, им дали вот эти названия, R1a, R1b, соответственно, вот, ну, базовые хотя бы эти названия, надо знать, то есть то, что вы видите, западная Европа, это R1b. То есть у них, у мужчин, большинство вот этот ген, то есть, ну, и, соответственно, если мы находим какие-то кости, берем на анализ, видим там R1b, значит, они находятся либо в прямом отношении к ним, либо как братья, то есть, ближайшие родственники. Это западные европейцы, и мы, восточные европейцы, R1a. То есть это вот те, кого называют индоевропейцами, то есть, как бы это лингвистическое понятие, но если мы будем накладывать вот распределение языков на распределение популяции, какие гены они имеют, да, то мы видим достаточно серьезную корреляцию, что носители индоевропейских языков, они, как правило, являются носителем вот этих генов. Соответственно, кого мы здесь еще видим? Мы видим сверху и 1, и снизу и 2. Это так называемый палеоевропейцы, то есть это те люди, кто жили в Европе до того, как пришли сюда люди, говорящие на индоевропейских языках. Потом мы видим желтое N, это финно-угры, то есть, ну, опять же, да, я вот сейчас смешиваю, как бы, генетику и лингвистику, да, ну, чтобы упрощать, то есть понятно, что каждый раз я должен оговариваться, что большинство представителей, большинство носителей гена N говорят на финно-угурских языках, то есть, чтобы вот быть более корректным. То есть, это вот те, кто являются непосредственными, ну, лингвистическими, генетическими родственниками славян и кто их окружает. То есть, R1A и R1B это родственные популяции в плане генетики и языки, как они говорят, да, ну, современная Европа, это тоже родственные индоевропейские языки. Вот, тем не менее, как бы вот среди индоевропейцев мы видим две такие подгруппы. Вот, потом I1A и I2 это палеевропейцы, то есть, изначально они генетически нам не были родственные, ну, вот напрямую, как R1A и R1B между собой. Но они уже перешли сейчас на индоевропейские языки, но это остатки более древних именно европейских популяций. Вот, ну, и также фенугры, N, это те, кто жил непосредственно в соседстве со славянами, с балтами и с индеранцами также. Вот, это вот, ну, опять же, генетики восстанавливают такую карту. Это, собственно, стрелочки, как на основании разных археологических находок и костей, и сделанных из них ДНК-анализов, это распределение вот только R1B, R1A, то есть восточных. И мы видим, что эти миграции, они идут из степей, часть идет в Европу, и часть идет, собственно, на восток. Соответственно, мы вполне себе можем весомо предположить, что люди, то есть носители этих генов, они, собственно, говорили на индеранских языках, поскольку иной восточный ветвь европейцев, мы и не знаем. Ну, вы можете посмотреть на датировку, то есть часть дошла до Индии примерно 3700 лет назад, а другая часть в это же время до Скандинавия. Но изначально все начиналось в степях, и, опять же, это вот при вот таком приближении, да, то есть может быть там еще на несколько тысяч лет раньше они были еще где-то не в этих степях. Вот, и чуть-чуть поговорим про то, как жили именно в Европе до прихода индоевропейцев, да, то есть сейчас вот, что носители ген R1A, что носители ген R1B, живущие, да, от Ирландии до, в общем-то, до Индии, да, они раньше когда-то не жили в Европе, то есть 9 тысяч лет назад в Европе жили другие люди и генетические, и, ну, видимо, лингвистические, да, от них не осталось никаких письменных памятников, но на основании археологии того, что находятся, они жили 7 тысяч лет назад, люди на территории Европы, жили, ну, примерно вот такой образ жизни охотников-собирателей. Вот, потом, то есть это так называемая неолитическая революция, то есть с 7 тысячелетия до нашей эры по 4 тысячелетия до нашей эры произошла неолитическая революция, то есть смена быта людей, то есть на прошлом слайде вы видели, как они жили 9 тысяч лет назад, но, соответственно, 6 тысяч лет назад люди жили уже вот так. То есть дело в том, что на территории полудородного полумесяца, то есть Анатолия, ну, юг Анатолия, юго-восток, соответственно, там на территории современной Сирии, там из-за того, что произошло потепление на земле, люди начали интенсивнее домашнивать животных и заниматься фермерством. И вот эти технологии, да, для нас на сегодняшний день очевидны и чуть ли не устаревшие, они тогда были очень сильно востребованы, и они, начавшись вот там, на территории, ну, примерно современной Сирии, они потом ушли, собственно, и дошли до территории Европы и сменили полностью образ жизни людей. То есть генетически это, видимо, не сильно поменялись люди, ну, я точно не знаю, но вот образ жизни очень сильно поменялся. То есть то, что находит и датируют в Европе, по всей Европе, там 9 тысяч лет назад, и то, что датируют 6 тысяч лет назад все очень сильно поменялось, поменялся образ жизни, люди стали фермерами из охотников-собирателей. Вот, и, ну, вы можете видеть, что следующая волна миграции, уже более, ну, этнический состав, она произошла уже, получается, BP before presence, да, то есть 2,5 тысячи лет до нашей эры, это уже была волна именно эндевропейцев. То есть, ну, пока эндевропейстика, как наука, развивалась, поначалу думали, а вдруг это вот так, извиняюсь, вдруг это первая волна вот той миграции, да, вот, неолитической революции, фермерство вдруг это, они принесли в Европу эндевропейские языки. Но совмещается с генетическими анализами, с разными другими датировками, видит, что оно не совпадает. Вот, то есть, когда фермерство пришло вот на территорию Европы, это были еще не эндевропейские языки, то есть, не языки, родственные сан-фриту или русскому языку. Вот, а вот то, что произошло, тут правда, почему Срелка откуда-то с северо-востока, на самом деле, понтийские степи, то есть, четыре с половиной тысячи лет назад произошла новая миграция с новой технологией, то есть, это были люди уже умеющие запрягать лошадь, то есть, одомашнившие лошадь, они ездили на колесницах, это была, так называемая, еще одна такая революция в плане хозяйствования, и эти люди принесли с собой новые гены. То есть, вот здесь, цифрами и стрелочками обозначен процент влияния на мужскую и женскую популяцию, то есть, женских генов, это красные, там, 0,02, то есть, очень мало было привнесено в Европу, а мужской состав, да, практически на 50% поменялся. То есть, видимо, когда происходила и степи миграции на территорию современной Европы, мужчины, как бы, брали местных себе женщин в жены, и таким образом происходил синкретизм культур и генов. Но поскольку вот эти анализы, они идут по мужской линии, то мы, соответственно, можем прослеживать это все и в более древние периоды. Вот, это, ну, пример генетических анализов для территории британских островов, то есть, не совсем наша тема, но тем не менее, то есть, полностью, ну, это проценты, то есть, цвет, это набор одних генов, то есть, это и красный, это набор индиверопейских, ну, носителей тех генов, которые предполагают, что эти же люди были носителями индиверопейских языков. То есть, прошло, ну, и тут у нас временная шкала, опять же, то есть, еще времена вот этих фермеров был один генетический состав людей, то есть, а потом мы видим, что от них почти ничего не осталось, пришли новые люди, то есть, прошло замещение популяции, то есть, была ли это война, или это они почему-то вымерли, или за холод, или болезни пришли новые, это неизвестно, но мы видим, что этнический состав, во всяком случае, мужчин полностью поменялся. То есть, эти люди, они привнесли не только технологию, то есть, колесо, лошадь и овцу для срижки шерсти, а не только для мяса, но также и они очень сильно поменяли этнический состав. Что же это были за степи? Да, потому что это была все эмиграция из степей. Если мы посмотрим на степи того периода, то мы видим три такие важные культуры, причем левая и правая являются индоевропейскими, потому что правая афанасьевская, она выводится из ямно-археологической культуры, а по центру находится батайца, они и генетически не такие же, как ямна и афанасьевская культуры, но они первыми а домашние лошади. То есть, когда изучают тот же, домашний лошадь, скорее всего, лошадь впервые была домашнена именно в этой археологической культуре, батайской. И причем в ямной археологической культуре тоже была домашняя лошадь. И генетические анализы современных лошадей показывают, что все-таки современные лошади в Европе, во всяком случае, они произошли отсюда. Хотя впервые, видимо, лошадь была домашина в батайской археологической культуре, но вот, видимо, был обмен или как-то параллельно независимо. То есть, ну, на самом деле это важно, потому что когда лошадь начали запрягать в колесницу, это вот такие танки древности. То есть, это полностью меняет методологию ведения войны, и это, как мы видим, очень сильно меняет этнический состав, то есть, дает людям возможности новых завоеваний, потому что когда ты на танке против пехоты воюешь, да, то победа очевидна. Но изначально лошадь не умели запрягать, точнее, изначально на лошади верхом не умели ездить, то есть, изначально лошадь использовали просто для того, чтобы запрягать в телегу, чтобы просто там что-то возить, передвигаться на ней, мигрировать, потом придумали боевые колесницы, то есть, уже двухколесные, ну, такая телега, колесница, да, куда обычно двух лошадей запрягали. И дальше уже научились гораздо позже только верхом ездить. То есть, на самом деле, те вещи, которые нам кажутся очевидными и понятными, они в свое время были революцией в ведении боя, в ведении хозяйства. Вот, и опять же, если мы смотрим на археологию Европы, то одновременно с вот этой миграцией из степи люди меняли ландшафт, причем меняли его намеренно и под себя, потому что изначально они пришли из степи, а они привыкли жить вот так. В степях пасти скот и хоронить в курганах своих усопших. И мы видим, опять же, по археологии, что люди специально, как-то так или иначе, уничтожали деревья, чтобы создать себе пастбище, ну, для скота и для миграции. То есть, люди не только генетически поменяли карту, не только принесли новые технологии, они еще и ландшафт под себя Европу переделали, потому что до этого там были леса. Ну, собственно, вот тут, может быть, издалека не видно, но это из, опять же, Голландии, Нидерландов фотографии, то есть там у них огромное количество этих курганов. Ну, это я не видел, потому что я там только в городе был. Вот, но те именно археологи, кто там занимается, там карты делают, там огромное количество этих курганов, то есть очень-очень много, причем вот с тех времен, то есть это бронзовый век, примерно 4000 лет назад, там плюс-минус. Вот, что касается терминов лингвистических, то очень интересно, что часть из них имеет неиндоевропейское происхождение, и обычно они связаны с обозначением тех вещей, которые пришли в Европу с фермерской революцией. То есть вот это, да, там 9000 лет назад, тире 6000 лет назад пришли новые виды хозяйствования в Европу, когда там еще не было индоевропейцев. И, соответственно, когда уже индоевропейцы пришли в Европу, они уже столкнулись, что все вот эти понятия есть, поэтому они заимствованы. А вот то, что называется второй промышленной революцией, то есть когда они принесли уже лошадь и колесо, это уже индоевропейские слова. То есть, опять же, анализируя современные, по-моему, немецкие языки, видно, что в них есть как бы два слоя. Есть местные термины, которые индоевропейцы, придя сюда, взяли от местной культуры, и есть то, что они принесли с собой. Вот, но здесь вы можете видеть, как, в принципе, восстанавливают, в первую очередь, лингвисты, но и археологи, и быт индоевропейцев. То есть, кто это были за люди, как они жили, как это делается на основании общих слов. То есть, если мы видим, что там, допустим, у французов, у иранцев и у славян одно и то же понятие, понятно, фонетически изменившееся, но одно и то же понятие обозначает одну и ту же вещь, значит, скорее всего, она была и там, пять тысяч лет назад, когда они были как один народ, одна популяция или родственная. То есть, они были кочевниками, но они кочевали недалеко и нечасто. То есть, было определенное хозяйствование, примерно восстанавливают, что они жили вот таким образом. Ну, то есть, это большие работы делаются, там для каждого слова, там заяц, еще кто-то, то есть, смотрят по всем языкам и смотрят, где мы можем восстановить общую параформу, ну, значит, скорее всего, это животное было в ландшафте. Вот, пять тысяч лет назад на территории Европы глобально есть такие три археологические культуры. Вот, есть культура воронковидных кубков, она считается неиндоверопейской изначально. А, извиняюсь, да, культура колоколовидных кубков, да, то есть, самая западная. Но они очень интенсивно добывали бронзу, то есть, у них на территории современной Испании и также Англии, причем территория Англии, культура та же самая, а гены уже индоверопейские. То есть, там некий был обмен. Но вот, на самом деле, нас интересуют две другие, то есть, явная археологическая культура, это вот то, где были точные индоверопейцы, потому что, чем дальше мы идем в прошлое, тем сложнее нам как-то сочетать носители языков и какую-то археологическую культуру. Но вот, большинство современных исследователей приходят к выводу, что да, явные, скорее всего, были индоверопейцы, все на это указывают, и генетика, и лингвистика. Вот, и также корритвея, то есть, это когда уже они пришли в Европу. Вот, причем генетически, возможно, они отличаются, потому что в явной культуре, в основном, представители R1B, то есть, это те, кто в современной Европе на Западе, а корритвея, это в основном R1A, то есть, это те, кто в современной Европе, то есть, ну вот, от нас до Германии. То есть, тут вот с этим есть проблема, потому что непонятно, потому что вроде бы рисуют, что из явной шла миграция в Европу, то есть, к более оседлому образу жизни, то есть, из степей в лес, грубо говоря. Вот, но с генетикой там не совсем понятно в этом отношении, потому что они, ну это родственные, языкированные, но они все-таки разные. Их разделение произошло там порядка 15 тысяч лет назад, то есть, уже гораздо раньше. Но вот такой миграции не было, то есть, западная археологическая культура, она была самостоятельна. Вот, и то, что нас интересует, так называемый Синташта, археологический комплекс, то есть, видимо, в это время, то есть, 5 тысяч лет назад, примерно отсюда, то есть, не непосредственно из Ямной, а из Кордвэ была миграция на восток. Собственно, скорее всего, это были так называемые носители инди-иранских языков, ну или арии, как их еще называют, как они сами себя называли. Вот, и если мы будем смотреть на то, как жили и где могли жить люди, то надо понимать, что если мы восстанавливаем для какой-то группы то, что они жили в степях, и что они вели кочевый образ жизни, да, они строили больших фундаментальных камен строения, допустим, да, то мы должны понимать, а где они могли жить, потому что, на самом деле, только вот эта зеленая полоска, она и пригодна для того, чтобы именно вести кочевый образ жизни. И как мы увидим дальше, то есть, на протяжении, там, чуть ли там, не 7 тысяч лет, именно здесь всегда жили кочевым образом жизни, разные причем народы. Вот, соответственно, на север это уже леса, на юг это уже пустыня. То есть, когда мы смотрим миграции, когда мы смотрим карту каких-то популяций, надо понимать, что особенность политическая карта, что на самом-то деле вариантов для жизни и пути миграции было не так уж и много, потому что леса, горы, пустыни, это все препятствует как жизни, так и прохождению через них. Хотя, конечно, надо понять, что за последние 5 тысяч лет назад ландшафт менялся. Вот, ну, если мы будем говорить про именно исторически засвидетельствованные археологически степные народы, да, то у нас есть кемерийцы, скифы, сарматы, это все иранские, то есть, у нас не так много текстов, точнее, текстов нет вообще от скифов, вот, но те заимствования в греческий язык и в финно-угорские языки, потому что они соседствовали, показывают нам, что это были скифы, ираноязычные народы. Это кемерийцы, скифы, сарматы, вот, а дальше гунны и тюрки, это уже были не ираноязычные, то есть, да, если мы смотрим сегодняшнюю карту, мы видим, что в степях в основном живут тюркоязычные люди, да, то есть, там, тоже татаро-монгольская ига, в основном считается тюркоязычные, да, были народы из современной, там, Казахстан, Узбекистан, там живут тюркоязычные люди, вот, но это было не так давно, то есть, буквально тысячи лет назад картина была немного иная, а уж три тысячи лет назад тем более, то есть, все эти места, они раньше были заселены скифами, то есть, ираноязычными людьми, но потом произошла смена популяции, ну, во всяком случае, смена языка и смешение популяций, вот, но нас интересует Синтаж, что это вот Южный Урал, и здесь отмечены разные археологические памятники, то есть, как мы увидели, была миграция из Европы, вот сюда на восток, скорее всего, была из Европы, миграция, и здесь находят мощные города, крепости, ну, так называемые Аркаимы, я думаю, вы слышали, хотя, конечно, информация о нем сильно бывает преувеличена, вот, тем не менее, действительно, там находят древние, то есть, ну, правда, за увека, порядка четырех тысяч лет назад, там плюс-минус мощные поселения укрепленные, ну, делают археологические раскопки, и понимают, что они там добывали бронзу, причем в каких-то огромных масштабах, то есть, явно они не для себя это делали, то есть, они там жили не просто потому, что там была природа, видимо, красивая, а потому, что это Южный Урал, там были месторождения бронзы, соответственно, они там селились, это были укрепленные поселения, они добывали этот металл, и, видимо, торговали, может быть, со Средним Востоком, может быть, еще с кем-то, вот, то есть, у них там были специальные печи, в частности, то есть, они колодец, точнее, печь присоединяли к колодцу, чтобы тяга дополнительно создавалась, соответственно, температура огня становилась больше, и было больше возможностей для выплавки металлов, то есть, там были свои новые технологии для того времени, и именно металлообработка. Ну, это как выглядит сейчас, пока не раскопано. Ну, это как восстанавливали, то есть, как они, видимо, жили. Вот, дело в том, что Аркаим, он был открыт буквально накануне распада Советского Союза, и у Советского Союза были планы сделать там водохранилище. Соответственно, они хотели затопить все эти места, но это формально для галочки нужно было пустить до археологов, чтобы они там пофотографировали, что там ничего важного нет. Вот, археологи нашли, что там есть очень важные исторические памятники, и они начали общественность пытаться поднимать, чтобы, нет, не будем никакого водохранилища делать, нам вот тут надо копать, здесь очень все важно. И, в итоге, Советский Союз рухнул, а усилия археологов в этом отношении, они оказались чрезмерными, и поэтому возникло очень много спекуляций на тему Аркаима, что такое важное эзотерическое место, ну, то есть, много ненаучных вещей. Вот, тем не менее, многое из того, что описано во Вести, похоже на то, что, ну, то есть, сами здания, допустим, то, что они, ну, не отдельные здания, а целиком этот город, да, он вот круглую форму умеет, во Вести, в принципе, описано нечто подобное. То есть, скорее всего, это и были ираноязычные люди, или это могли быть еще индо-иранцы, да, потому что изначально из Европы ушла ветвь, называемая индо-иранской, и потом они разделились, собственно, на индейцев и на иранцев, то есть, изначально, видимо, это были индо-иранцы, но потом на этой территории остались одни иранцы. Ну вот, если мы посмотрим сверху вниз, снизу вверх, то есть, перевернем северо-юг, то на самом деле, и это хорошая географическая карта, ну, понятно, да, то есть, это Европа уже, то есть, север тут снизу, а юг сверху. И здесь очень хорошо видно, с помощью вот этих гор, допустим, да, через Кавказ было сложно мигрировать, а вот через Среднюю Азию, особенно, если учесть все, какие горы были там, то, опять же, направлений миграции не так много. А если мы еще посмотрим на то, где там, в принципе, есть оазис, а где одни пустыни, то там не так уж и много мест для жизни. Поэтому, опять же, когда мы смотрим на все вот эти карты, да, вот, далеких от нас ран, нам кажется, что там везде вот можно жить, как у нас. На самом деле нет. Там либо горы, либо пустыни, там очень мало оазисов, где реально можно жить, поэтому это тоже надо учитывать. Ну, мне просто нравится вот эта карта, потому что, вот, учитывая все вот эти индийские горы, видно, то есть, как они могли мигрировать, да, то есть, откуда-то, видимо, отсюда, шла эмиграция на Южный Урал, ну, и дальше они уже заняли всю вот эту степь, мы с вами смотрели, зеленая такая полосочка, ну, и часть ушла в Индию, а часть в Иран. Но они ушли туда не на пустое место. То есть, параллельно с вот этим процессом, да, миграции там из Европы вот на Южный Урал, а в это время, ну, понятно, там был Египет, была Ассирия Вавилон, вот, но что нас больше интересует, был так называемый, ну, здесь название уже самих археологических памятников, какой-то холм, вот, но это называется Бахрейский Маргиянский археологический комплекс, то есть, на территории современного Туркменистана, и вокруг там была своя древняя достаточно культура, там жили люди, но, скорее всего, не индоевропейцы, у них совсем другой быт был, они были оседлым населением, и иранцы, когда они мигрировали по степи, они вступали с ними в взаимоотношения, где-то военные, где-то торговые, вот, и два южных, то есть, Хараппы и Махенджедара, это, собственно, так называемая, правда, индийская цивилизация, то есть, это то, что было, когда туда пришли вот эти мигрирующие индо-иранские племена, то есть, там были города, там были крепости, там были технологии, там были огромные города, то есть, там были очень многие важные вещи, и когда вот та миграция из Европы пришла сюда, да, они многое заимствовали, то есть, шел взаимное обогащение, где-то кто-то кого-то убивал, где-то кто-то на ком-то женился, то есть, было смешение культур, и так и возникла, собственно, отдельно иранская культура, отдельно древнеиндийская. Ну, вот Андронова это уже считают преимущественно иранской культурой, вот, соответственно, здесь, ну, это археологические культуры, разные выделяют, но часть из них связана именно с людьми, написавшими Веда, то есть, сами Веда, они могли быть написаны еще и, часть гимнов самых древних могла быть написана где-то на территории Южного Урала, вот, но когда мы говорим об иранцах, мы не говорим о сегодняшнем Иране, да, в лингвистике иранцы это более широкое понятие, включающее в себя также и, в частности, осетинский язык, таджикский язык, скифский язык, то есть, это вот в плане археологических культур, то есть, кто после себя оставил какие-то памятники, вот, ну, самый ранний ведийский период, опять же, это территория современного Пакистана, то есть, как и Махен-Жидар и Харапа находятся не на территории современной Индии, а на территории современного Пакистана, то есть, это самый северо-запад индийского полуострова, так и самые древние ведийские тексты описывают названия рек, географические названия только вот этой территории, то есть, только буквально в самых последних, поздних текстах регведы появляются названия реки Ганг, до этого они жили северо-западнее, и мы видим, что это датируется примерно три тысячи лет до сегодняшнего момента. Вот такая тоже карта, да, мы видим, что здесь уже показана Хименицкая империя, да, потому что иранцы, ну, то есть, вот та ветвь, ушедшая из Европы, индеранцев, да, она разделилась на индийцев, они заняли Северную Индию, и на иранцев, иранцы, это вот все, они делятся на западных иранцев и восточных иранцев, это лингвистические термины, в первую очередь, не этничные, ну, не лингвистические, не генетические, вот, и часть ираноязычных племен осела, собственно, на территории Ирана современного, и дальше, да, это была Хименицкая временеперсийская империя, да, то есть, Александр Македонский, собственно, знаменит тем, что он ее захватил и уничтожил, но на тот момент они завывали Египет, Вавилон, Центральную Азию, и они были оседлым населением, и они были ираноязычными, то есть, от нас до наших дней, помимо руинов их городов, остались также тексты, написанные древнеперсийской клинописью, мы чуть позже увидим, и они сами пишут, во-первых, они себя называют Ария, то есть Арию, во-вторых, их язык очень похож на Сан-Фриид, это древний иранский язык, древнеперсийский язык, вот, и параллельно мигрировали, ну, видимо, здесь кимерийцы, скифы, они были тоже ираноязычные, то есть, как будто иранцы, они разделились, ну, естественно, да, вот придя в соприкосновение с так называемым бакрейском регианском археологическим комплексом, то есть, с той цивилизацией, что жила на территории современной Туркмении, они очень сильно поменяли свою культуру и быт, собственно, так они и стали иранцами, отличаясь, да, там, от других ветвей индоевропейцев, и, соответственно, люди, пришедшие в Индию, они столкнулись с местной цивилизацией, и они вместе с ними ассимилировались уже по-своему, вот, а это уже то, что известно про славян, к сожалению, гораздо меньше, да, потому что в письменном, ну, во-первых, никаких славяно-арийских ветвь, к сожалению, не существует, то есть, у нас нет текстов, нам нечего почитать, да, когда мы берем регведу и читаем ее, мы и сравниваем там с латынью, и древнегреческими текстами, мы видим, что это родственные языки, что они разошлись достаточно не так уж и давно между собой, и давно по отношению к нашему дню, да, то есть регведу датируют как раз вот 2,5-3,5 тысячи лет назад она была составлена. От славян, к сожалению, ничего такого не осталось, там можно спорить, уничтожили, или на самом деле этого не было, но по факту нечего почитать, вот, поэтому самое древнее, что мы знаем, это археология, но опять же, на территории Европы было много в этих местах разных археологических культур, но скорее всего славяне, они вот как с тех времен, там, 5-6 тысяч лет назад жили, их предки где-то здесь, так они выделились лингвистически, обособлено, видимо, вот, ну, в частности, их ведендами кто-то называл, и, ну, вот это уже археологические культуры, то есть находки разные, ну, в принципе, здесь уже пытаются подвести деление на западных славян, восточных и южных, вот, но что я хотел еще показать, степь, видите, то есть это пятый век нашей эры, степь до сих пор, она не оседлое население там живет, там, в частности, здесь миграция авар, вот, чуть более позднее, здесь как будто бы уже славяне живут, да, вот, то есть, вот это все степь, допустим, вот эту территорию Балкана называли и тоже скифией, потому что там тоже степи для миграции есть, то есть оседлое население, оно было вот северное, всегда, да, и пять тысяч лет назад, и две тысячи лет назад, а вот эта часть, то есть северное причерноморье и часть Балкана, восточные, они всегда были степными, да, чуть более поздние карты, уже разных славянских племен, тоже печенеги, опять же, все эти миграции северное причерноморье, то есть там всегда был образ жизни не оседлый, ну, нам просто сейчас кажется, да, что Россия, что Украина, ну, там живут обычно люди, как мы, да, в городах, домах, как обычно, никто там в юртах не живет, но это произошло буквально там меньше тысячи лет назад, то есть до этого, там пять, а то и более тысячи лет назад, там были степи, там всегда были мигрирующие, то есть кочевники там всегда жили, вплоть до, собственно, да, опять же, золотар, да, ну, считается, кочевой тоже народ был, да, тоже все вот эти части, то есть, как леса начинаются, то есть сразу оседлые народы, а степь, она оставалась степью очень-очень долго, да, только вот когда Иван Грозный завевал Асрахен, тогда вот уже северное причерноморье начало, как бы, входить в круг нашего образа жизни, ну, то есть оседлого, вот, ну, по поводу подделок, да, есть так называемая в лесовую книга, ну, кто-то считает ее священным текстом древних славян, ну, как бы, это по факту подделка, да, то есть в интернете можете посмотреть лекцию лингвистов, Андрея Анатольевича Залезняка, вот, но интересно, как ее сделали, да, то есть, в принципе, здесь взяли буквы кириллицы и взяли их под горизонтальную черту, поставили, как, собственно, современная письма из Девана, анагрия индийская, да, то есть, если вы посмотрите тексты любые, даже не на санктрите, а на хинде, вы увидите всегда эту горизонтальную черту и под ней, ну, там своих символов, вот, дело в том, что горизонтальная черта появилась у них не так давно, то есть, там, ну, ну, максимум тысячи, ну, полторы тысячи лет назад, на самом деле, скорее всего, меньше, то есть, ну, в Индии много письменностей, самая древняя из индийских письменностей, что является предком современной Деванагрии, в частности, индийской письменности, эта письменность Брахме, она появилась в 3-4 веках до нашей эры, и, собственно, почти все современные индийские письменности, они так или иначе от нее произошли, и в ней никакой горизонтальной черты не было, то есть, горизонтальную черту индийцы ввели, там, ну, буквально тысячу лет назад, там, плюс-минус, поэтому, да, если мы говорим о реальном индийстве, единстве славян и ариев, то оно действительно было, то есть, это была когда-то одна популяция или две родственные популяции, но это было, да, порядка, пяти тысяч лет назад, шести тысяч лет назад, когда ни кириллицы, ни горизонтальной черты в Дованагре не было, то есть, ну, опять же, если смотреть на то, откуда реально получилось в лесовую книгу, ее прислали, собственно, из Америки, да, то есть, в 20 веке, ну, если вы посмотрите, не то, что там написано, что там вот, во время гражданской войны, то есть, вот эта вся легенда, а по факту, откуда она в Советский Союз была прислана, ну, ее написали, ну, скорее всего, ее написали, и в любом случае, по факту, ее прислали в Советский Союз из Америки, да, то есть, решили нам сделать подарок. Ну, и во в лесовой книге хотя бы, ну, она на первый взгляд вызывает хоть какой-то интерес, пока, ну, не разберешься, а есть и более интересная вещь, мне кажется, это уже не к лингвистам, а к психиатрам надо обращаться, но, тем не менее, славяно-арийские веды, то есть, там уже много томов написано, мне кажется, работа до сих пор кипит, то есть, тут уже все просто до кучи. Вот, ну, если мы реально посмотрим на лингвистику, то современные языки, индоевропейские, да, они делятся, собственно, на так называемые кентом языки и сатом, ну, то есть, по одной фонетической особенности, все индоевропейские языки современные, да, их делят вот на две такие группы, но деление не жесткое, там, на самом деле, непонятно с греческим языком, с армянским, потому что они между собой очень похожи, в древности были, а тут они к разным относятся, то есть, как бы, ну, опять же, языки, что попадают в средину, они, ну, это прям не стопроцентно такое жесткое деление, балтские языки, они не совсем, сатом языки, а не отчасти кентом, но, тем не менее, вот есть такое деление, опять же, мы видим, что и как генетически, так и лингвистически мы попадаем в общую группу, вот, но если посмотреть на датировку, да, того, что нас интересует, то разделение наших языков произошло порядка пяти тысяч лет назад, то есть, пять тысяч лет назад предок санкредита, ну, в плане языка, и предок, там, русского языка, в частности, это был почти один язык, ну, либо вообще один язык, либо очень два близких диалекта, потом они разошлись, соответственно, как мы видели, часть популяции осталась в Европе, там, и стало славянами, балтами, германцами отчасти, потому что германцы, они очень сильно смешались с палеоевропейцами, то есть, если мы говорим про германцев, генетически, то современно, там и немцы, и окружающие германно-язычные народы, они стоят как бы генетически из трех популяций, то есть, часть это местное население, палеоевропейское, да, вот, когда у фермера были, ну, сначала охотники-собиратели, потом фермеры, потом пришли вот эти Р1А, коротвы, и потом еще пришли Р1Б, то есть западные европейцы, то есть, допустим, если мы берем поляков, там они процентов на 60 Р1А, то есть, относительно однородных генетическим отношением популяции, немцы, они прям состоят из трех, опять же, если мы говорим про мужскую генетику, и вот самую такую базовую, очевидную вещь, вот, то есть, и про, ну, то есть, мы можем предположить, да, поскольку мы восстанавливаем про язык, индоевропейский язык, на основании как санфриита, так и русского, и славянских языков, и индоевропейских языков, и латынь, и древне греческого, мы восстанавливаем, собственно, про язык. Соответственно, мы с вами видели в начале, да, слайды, когда вот там деление, то есть, такие языки отделились, такие, 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 вот, ну, и поскольку самое последнее деление, это деление, собственно, балтославян и индоевропейцев, как сейчас реконструируются, то оно происходило порядка четырех тысяч лет назад. То есть, мы имеем про язык восстановленный, ну, это как модель, да, реально, на нем текстов мы не видели, но как модель он имеется. И мы видим современные, там, ну, славянские языки. Между ними промежуток очень большой, да, несколько тысячелетий. И, к сожалению, нет текстов. Ни в устной передаче, ни в письменной, ну, по факту нет. То есть, нечего проанализировать. Там можно говорить, что их специально уничтожали, можно говорить, что их не было, но, по факту, ну, чтобы взять и прочитать, этого, ну, надо найти, пока не нашли. Поэтому, очень сложно анализировать, то есть, что происходило вот в этот период. Вот. Но, несмотря на то, что прошло так много времени, язык не очень сильно изменился. Да, потому что, если мы возьмем современный хинди, а тем более современный персидский язык, который, в общем-то, да, мы говорим, что 4-5 тысяч лет назад это был один язык, то персидский язык очень сильно поменялся. Если мы берем современные балтики, языки или славянские, мы видим, что по сравнению с индоевропейским языком они, конечно, поменялись значительно, но не настолько сильно. То есть, какие-то языки сильнее поменялись, какие-то нет. Но, опять же, если мы говорим о том, что изначально эта популяция жила в Европе, и потом, соответственно, кто здесь жил и особо ни с кем не контактировал, очень сильно интенсивно не был завоевываем, те особый язык свой сохранили так и иначе. Ну, понятно, что тоже в заменившей форме, но более-менее сохранили. А те, кто ушли далеко на восток, там с одними в разные отношения уступали военные, культурные с другими, потом их завоевали, естественно, их язык очень сильно поменялся. Но зато у них, у древних иранцев и у древних индийцев есть тексты, составленные там три тысячи лет назад, что очень важно. Их можно проанализировать, и действительно там видно, что они так давно и были составлены. Да, то есть, для древних иранцев у нас есть, ну, то, что реально почитать, это древнеперсидские клинописные памятники, да, вот на дворцах ахименидов древнеперсидской империи, и у нас так называемая Веста, то есть, священная книга заросризма, да, это считается первым монотеизмом в истории человечества, но как минимум, если не монотеизм, то дуализм, то есть, когда есть черный бог, белый бог, не противостояние, да, ну, монотеизм, это когда вот есть один главный бог, и все остальное, там, все постепенно, а дуализм, это когда есть, ну, черный и белый, два равнозначных начала, вот, ну, там спорят, там, является заросризмом, монотеизмом или дуализмом, но по факту очень древнее, ну, и почти что монотеизм, то есть, там пророк Заратуштра, бог Единый, Ахур Мазда, вот, но по культуре, по быту, они были все теми же иранцами, то есть, ариями, ну, они уже перешли к оседлому населению, ну, по языку они оставались ариями, и по обычаям, вот, и более того, даже многое из этого потом перешло в ислам, когда их ислам, ну, когда, в принципе, ислам создавался, скорее всего, многое было взято из заросризма, потому что на тот момент во всей, ну, на территории Ирана, Ирака, современного, там, главной религией был заросризм, вот, и, соответственно, когда религия создавалась, ну, ислам возникал как религия, да, соответственно, многое было взято по аналогии, то есть, тоже одна религия, один бог, один пророк, Ахар Мазда и одна священная книга Веста. То есть очень много мы находим параллелей. Но уж потом, когда и мусульмане завоевали Иран, а Иран стоял на очень высоком культурном уровне в то время, то многие вещи исламские они другим соседним народам передавались непосредственно не арабами, а через иранцев. Соответственно, там даже то же самое слово намаз да, оно является в общем-то индеранским словом. То есть то, что там у индусов намасте ну намасте это намаз плюс те это те тебе, намаз это поклон. Ну и соответственно намаз это не изначально исламское слово, потому что по-арабски намаз как-то совсем иначе будет. Но конкретно слово намаз, да, известно там в частности. В нашей культуре оно является иранским. Потому что в частности в индеранских религиях было принято как минимум на восходе и на закате совершать определенные молитвы, да, это еще было там и две тысячи лет назад и более. Вот, ну и соответственно, что нас интересует первого Сан-Фрид, там было два разных периода. Первый это ведийский период, собственно, когда были составлены веды, да, самые древние из которых Ригведа составлены, да, порядка трех тысяч лет назад, там плюс-минус пятьсот лет. И это был северо-запад Индии. Вот, и это был живой разговорный язык, то есть веды, ну как люди говорили, так они и сочиняли гимны своим богам на живом разговорном языке. А потом, то есть где-то уже спустя пятьсот лет эти племена, они мигрировали уже на, ну все еще северо-запад Индии, но уже центр. Вот, это был уже период санскрита, когда они своему языку составили грамматику. То есть, да, как у нас кто-то окает, кто-то акает, но у нас есть современная грамматика русского языка, где мы жестко говорим, вот это правильно, вот это неправильно. Вот, индийцы для себя это сделали две с половиной тысячи лет назад, когда у них еще письменности не было. Они себе уже составили грамматику для своего священного языка, и они уже на этом тексте, на этом языке, чуть-чуть уже искусственном, потому что уже не было таких свобод, но тем не менее, они уже составляли, это называется эпический санскрит, то есть рамайн и махабхарат, она написана на санскрите. То есть, когда мы говорим про древнеиндийские языки, то мы говорим про ведийский язык, он еще был живой, разговорный, естественный, со всякими кучей исключений. И следующий этап, это санскрит, уже обработанный язык, ну, более-менее тот же, там, почти тот же. Но, как бы, лингвисты, они понимают, что это две разные популяции, но чуть-чуть разные, и два чуть-чуть разных языка, то есть, это не одно и то же. Ведийский язык, это ведийский, санскрит, это санскрит. Вот, то есть, как бы, ну, понятно, что там грамматика почти такая же, но все-таки, вот, читая свободно махабхара, то веды свободно читать не будешь, там надо доучиваться, чуть переучиваться. Вот, ну, вот есть хорошая книга, она на русском языке, правда, есть, но изначально она на английском, то есть, Томас Барроу, собственный санскрит. Вот, ну, на русском она переведена, можно найти, я просто оттуда несколько цитат взял, то есть, он лингвист, то есть, как он объясняет, почему, собственно, санскрит и славянские языки достаточно похожи, да, то есть, если мы видим, что генетика, а, как нам говорили, что они более-менее ростная популяция, да, наша славянская и индеранская, то, что об этом говорит лингвистика? Ну, должно же быть доказательство, да, если мы говорим, что две ветви вот эти наши ближе между собой, чем все остальные, то на что мы опираемся? Вот, ну, в частности, мы видели, что это языки, как бы, группы сатом и кентом, то есть, очень давно произошла определенная фонетическая инновация, да, мы видели на карте, на современном, там, справа синие языки, слева красные, то есть, индиверапейские языки поделены, да, когда мы говорим о том, что вот был один язык, потом вот кто-то от него отделился, потом еще кто-то отделился, еще кто-то, то чем дольше вот оставшиеся популяции находятся вместе, тем больше у них общих инноваций, да, потому что языки они всегда меняются, если их искусственно не держат в рамках, если мы видим, что у двух разных ветвей есть общие инновации, которые нет у остальных, это значит, что они вместе дольше были, у них произошли свои новые инновации, ну, а потом они разделились, и дальше у них стали уже не одинаковые между собой инновации. Соответственно, когда мы говорим про славянские и индеранские языки, мы видим, вот, во-первых, инновации, что, ну, так называемая сатомизация, когда там звук К перешел в С или В Щ, а в западных языках он там К и остался, то есть Цент, Кен, да, вот, ну, изначально в западных языках там этот звук был как К, для слова СТО, а у нас это СТО, в авесийском языке СА, ТЭМ, на санктрите ЩАТО, то есть появился С или Щ, то есть это вот одна из инноваций, у нас произошедшая одинаково, потом так называемые правила руки, но это, опять же, это все про фонетику, то есть звук С после звуков Р и УК перешел в звук, у нас в звук Х, у них звук Ш, вот, ну и Томас Барро пишет, что, ну, и больше этого нигде нет, там чуть-чуть это в литовском есть, но не полноценно, то есть мы видим, что люди, говорящие на прославянском языке, они имеют одинаковую инновацию с людьми, говорящих на индеранских языках, вот, ну и, собственно, это вот такой один из аргументов в пользу того, что Балты были чуть-чуть отдельно от славян уже в древний период, а предки славян в лингвистическом отношении, они дольше контактировали с индеранцами, еще, видимо, до того, как индеранцы эмигрировали на восток, то есть среди вот этих разных индерапевтических популяций, а славянская популяция, видимо, просто была на самом востоке из тех, кто не ушел, ну или, может быть, популяции было больше, просто славяне потом частично кого-то завоевали, а Балты еще кого-то завоевали, поэтому вот у нас не осталось большего разнообразия, чем могло бы быть. Вот, ну и так же, так называемая палатализация, то, что по-русски мы увидим пику, печешь, да, пек или печь, какой у нас корень, печь или пику, то есть кэ изначальный звук считается, но перед гласными и и э он становится че. В сантрите тоже самое есть, только ПАК, ПАЧАТИ, то есть тоже одинаковые инновации, но, в частности, вот Томас Бару считает, что это уже было независимо. Но, как бы, по факту у нас действительно больше фонетических инноваций, то есть у славянских языков и индеранских больше общих фонетических инноваций, чем у остальных. Вот, ну и так же хотелось бы сказать про отличную статью Андрея Анатольевича Залезняка, аж 62-го года, где он, собственно, на тот момент все, что было, взял и проанализировал, но, правда, анализировал не сравнивая не с индийской ветвью, в первую очередь, а с иранской. То есть, вот, я на себе на сайт выкладывал эту статью, ну и перенабрал просто. Там очень много примеров, сейчас мы буквально пару цитат оттуда посмотрим, а там прям огромное количество сопоставлений, то есть он, ну, правда, это было там, 70 лет назад, тем не менее, он анализирует все, что на тот момент было написано по общности в лингвистическом отношении славян и иранцев древних. Ну вот, ну и, собственно, делает выводы, что действительно есть определенная общность и в плане не только фонетики, но и в плане семантики, то есть смысл определенных слов, у нас действительно общие, да, причем он пишет, что у остальных индоевропейцев в основном религиозные термины расходятся разные, то есть, ну, разные слова для разных понятий, а вот у славян и иранцев очень много общего. Вот, ну и самое, он выделяет три основных именно смысловых семантических инноваций, которые произошли только у иранцев и только у славян. Вот, во-первых, слово небо, да, ну, смотрите, оно набхаз, и у иранцев и у славян, ну, изначально считается, что в индоевропейском языке, когда мы смотрим на древнегреческий, на латынь, что и восстанавливаем параформу этого слова, это изначально было слово для обозначения тучи, но именно у славян и иранцев оно стало обозначать небо в целом, причем небо обожествляемое, да, то, что там Зевс, Диаус, Патр, там Дью корень для слова небо, в санкрите тоже там Диаух, Пита, там тоже корень Дью или Дий используется для обозначения неба, как божественного отца, но у славян и иранцев обозначение небо, это именно слово небо, не от корня Дью. Вот, а собственно значение этого корня Дью, да, то, что мы знаем как Дева в санскрите, как Дивы в иранском пантеоне, но в иранском Дивы это вообще демоны, то есть, но в русском, в славянских языках, к сожалению, слово Див очень редко используется, то есть у нас есть слово Дивный, у нас есть упоминание Дива в слове о полку Игореве, то есть у славян слово Див реже используется, но тем не менее, как правило, оно носит какой-то негативный оттенок, вот, то есть этот корень Див или другой вариант Дью, он у других, да, там, Деус, Деус как раз обозначал что-то хорошее, там, Бога, главного, верховного неба, вот, но у славян иранцев этот корень начал обозначать негатив, в первую очередь у иранцев, вот, ну и конечно самое главное, что объединяет, собственно, иранские языки и славянские в плане лексик, это слово Бог, потому что если мы посмотрим на Ригведу, у них там есть Иде, Девы, Асуры, Бхаги, Адити, там, Маруты, у них там столько, куча разных классов божеств, там, Васу, очень много разных классов божеств, но если мы смотрим на древне-иранскую религию, на Авесту, особенно если мы смотрим древнеперсидские надписи, то Ахур-Мазда, то есть единственный бог, да, в их пантеоне, он, собственно, называется Бага. Ну вот, в частности, это я в Персеполисе и это часть надписи, но сверху это клинопись, то есть клинописные памятники, да, у них там на стенах вот все вот в таком виде, то есть это древнеперсидская клинопись, ею написаны разные тексты, это все легко читается, ну и в частности, то, что здесь написано, да, Бага, Вазарка, Аур-Мазда, Хья Имам Бумим Ада Ахья, Авам Ашмана Амада, Хья Мартиям Ада Ахья, Щиятим Ада Мартияхья, ну там длинный текст, это просто начало. Самое начало, Бага, Вазарка, ну то есть, понимаете, две с половиной тысячи лет назад, на территории современного Ирана, древняя империя, столица древнеперсидская империя, которая захватила там все от Индии до чуть ли не Греции, и там их верховного бога называем словом именно Бага, бог, не Дьявус, не Зевс, а именно, ну, именно слово бог, то есть Вазарка, это как великий обычно переводится, Авра-Мазда, собственно, это сокращение от Ахура-Мазда, потому что в иранских языках у них со звуком С были проблемы, звук С переходил в Х, поэтому Сома стала Хаома, Асура стал Ахура, ну и потом это Х вообще выпало, таким образом у нас она осталась Авра-Мазда. Вот, также, собственно, название Индии появилось, да, потому что, почему Индии называются Индией, сами индусы называют себя Бхаратом, там, Бхаратия, то есть страной они называют Бхарата, но они изначально, как мы видели, жили на реке Синд на северо-западе современной Индии, ну и, соответственно, их соседи, в первую очередь, говорившие на похожем языке, то есть иранцы, они называли их, ну, по Синду живут Синды, да, там, по Висле живут в Висляне, там, грубо говоря, по Синду живут Синды, вот, но поскольку в иранских языках Се почему-то перешло в Хе, в легкое такое Хе, они их назвали Хинды, отсюда Хинди, современное название, да, вот это, но дальше живущие там, допустим, греки, когда они общались по поводу далеко от греков живущих индийцев, общались с персами, они слышали Хинды и писали уже просто Инды, то есть там Се у иранцев перешло в Хе, а потом оно это Хе вообще дальше на запад исчезло. Так, собственно, название Индии появилось. Ну, в частности, здесь написано, да, что бог великий Ахармазды, который эту землю создал, который это небо создал, который человека создал и счастье для человека. Вот, ну, если мы не будем уходить очень глубоко в лингвистику, а просто будем сопоставлять как носители современного русского языка с английские слова, то мы можем, ну, понятно, что каждый из этих, вот нельзя прям назвать фонетическим законом, потому что фонетический закон должен быть более строгий, но просто вот если так на пальцах пытаться увидеть следствие этих фонетических законов, то мы можем увидеть, что вполне можем сопоставлять слова русского и санскрита, даже современных, хотя это не совсем корректно, но как бы если нет еще пока аж сильного желания становиться лингвистами, то иного пути нет, как выбрать современный русский, да, и смотреть санскритом хотя бы вот так. Ну, во-первых, у нас нет падежных окончаний в именительном падеже, то есть у нас, да, там до революции еще четвертый знак на конце слов писали, там банк, хлеб, сейчас даже этого нет, а раньше это было падежное окончание, и, соответственно, во всех иранских языках, индоевропейских было падежное окончание даже в именительном падеже, да, у нас, допустим, слово хлеб, это самая краткая форма, да, дальше там другие падежи хлебом, хлебу, хоть какое-то окончание есть, а именительный падеж у нас самый краткий, вот, раньше в именительном падеже у нас было свое окончание, и, смотрите, оно есть, поэтому, когда мы сопоставляем слова, надо понимать, что их слово, скорее все будет на конце что-то больше иметь, чем у нас, потому что у нас нет падежных окончаний в именитном падеже. Вот, потом у славян была инновация, что долгий У, ну, во-первых, в принципе, в эндоверопейских языках были краткие гласные долги. В частности, был У, был У. Вот, и долгий У, он стал в славянских языках И. Ну, по факту мы это видим. То есть, во всех других эндоверопейских языках, где долгий У или его какие-то производные, в славянском языке непонятный звук И. Вот, также в санфрите есть преддыхательные, то есть у них есть просто Б, а есть Б. Есть Д, есть Д. Есть Г, есть Г. Это разные звуки. Но в иранских языках и в славянских они потеряли преддыхание, то есть Б стало просто Б, Д стало просто Д. Там, допустим, Багавад Гита, да, оно по-нашему будет Багавад. Также индийцы древние почему-то очень не любили звуки З и Ж. Причем в общарийском языке, то есть в индеранском, эти звуки были. То есть в овесте З и Ж есть. Но в санфрите, в едийском языке нет ни звуков З, ни звука Ж. Вот. Но сами по себе исторические звуки З и Ж, они тоже производные, там от Г, от Г. Но по факту на тот момент, когда древние индийцы, древние арии пришли в Индию, эти звуки в их языке уже были. Но почему-то, видимо, под влиянием местного населения они изменились. И там, где в русском языке мы увидим звук З или звук Ж, в санфрите будут либо Дж, либо Г. То есть, допустим, слово Зима у них Гима. Отсюда слово Гималая. Гималая. Гима-Алая. Гима-Алая. Гима-это Зима, Алая-это обитель. То есть Гималая-это обитель Зимы. Вот. Также у них звук Л очень во многих позициях перешел в звук Р. То есть у них звука Л очень мало в сравнении со всеми остальными европейскими языками. Там, где в остальных языках мы видим Л, у них чаще всего будет Р. Вот. Также у них гласные Э и О перешли в гласные А. Поэтому там, где у нас Э и О остались, хотя они тоже у нас перетисовались там, у них скорее всего будет гласный А. Вот. Ну, в общем-то, примерно на каждое из этих случаев. Да, то есть у нас просто ДОМ. У них ДА-МАС. У нас просто ДЫМ. У них ДГУ-МАС. Ну и так далее. То есть вы видите, что в именительном падеже у них всегда есть какое-то окончание, у нас там пусто. Ну, далее то, что долгому У соответствует в русском языке И. То есть ДГУ-МА-ДЫМ. Муж-МЫШ. СУ-НУ-С-СЫН. Быть-БГУ. То есть там, где у нас У, ну, если это слово действительно общее, а не какое-то новое. Если действительно два слова родственное, то есть, зная вот эти фонетические законы, вы можете определять действительно вот эти два слова родственное. То есть вы видите, два слова, они похожи звучат. Кришна и Крышин. Да, но если мы по-русски говорим Крыши, иначе там И. Значит, в проязыке должен быть КРУ-Ша какой-то, да. А Крышина пишется через гласный Р. То есть хотя бы вот так банально мы видим, что это разные слова эссирические. Придыхательные звуки. Да, то есть у них ДГУ-МОС, у них есть ДЭ обычное, но есть и ДГ. И у них есть ДГУ-МОС, у нас это ДЫМ. То есть не ДХЫ-МОС, не ДЗЫМ какой-нибудь, просто ДЫМ. НЕБУ-МОС, у нас там просто Б, у них Б. БРАТ-БРАТР, тоже Б у них вначале, у нас обычно Б. ДОСТИГАТЬ. СТИГ-НУ-ТЕ, у нас просто Г, без Г. Ну и БЫТЬ, опять же Б. У нас не БХЫТЬ, не БЫТЬ, у нас просто БЫТЬ. То есть у нас предыдыхание исчезло. ЗВУКУ ЗЕ нашему может соответствовать Г. Да, вот так вы считаете, ВАХАТИ. Читаете, и вроде бы свезет не похоже. Но, во-первых, надо знать, что у них нет ХЭ. ХЭ есть в хинде, а в санкредите есть Г. Он звонкий всегда. Поэтому это ВАХАТИ, это прямой корень такой же, как у нас ВЕЗЁТ. ЗИМА-ГИМАС. ЛИГ-ЛИЗАТЬ. То есть ЗЕ соответствует их Г. ЗВАТЬ ГВАТАМ, или ГВЭ. Нашему ЛЭ у них может соответствовать Р. У нас ВОЛК, там Л, у них ВРКАС. У нас ПОЛНЫЙ, у них ПУР, НАС. Да, даже в английском языке ФУЛЛ осталось. А у них, ну, у германцев у них своя была инновация. Да, у них в итоге П изначально стало Ф. А у индийцев своя инновация, у них Р стало Л. Так слова и расходятся. Вот, ну, собственно, там, где у нас будет Э или О, у них вполне может быть А, и это нормально. ДОМ ДАМОС ВЕЗЁТ ВАХАТИ ПЕЧ ПАЧ. То есть, ну, вот эти несовпадения могут быть, да, то есть это фонетические законы, если серьезно углубляться, там можно определить на каком уровне, в какой период, что у кого возникло. Ну, вот если говорится про современный, прям современный русский и про санкредит, то основные соответствия вот такие. Хотя, конечно, их больше, если лингвистически изучать, то все гораздо интереснее. Да, ну, просто если на поверхности какие-то вещи лежат, как брат и бхрата, матер и мать, да, то, зная вот хотя бы базовые фонетические соответствия, можно гораздо больше общих слов находить. Вот, это, в частности, есть у Андрея Анатольевича Залезняка, есть грамматический очередь в санскрит, он был издан в словаре Кчергиной. То есть, вот Вера Александровна Кчергина, она не только учебник по санскриту написала, она также написала санскритско-русский словарь. И когда он еще в Советском Союзе, там, в 87-м, или еще раньше был издан, там, помимо, собственно, словаря, всегда входил грамматический очередь санскрита Залезняка Андрея Анатольевича. И в этом очерке, в частности, он приводит, он говорит, этот список не полный, но то, что прямо на поверхности лежит, вот у нас одинаковые слова какие. Вот, я не знаю, сколько у нас времени еще. Просто список-то большой. Вот, ну, я не знаю, наверное, мы не будем целый час читать список слов, но вы можете видеть, да, что, ну, по-русски ЕДА, у них корень АД. То есть, мы видим, что наш, ну, древнее ЭО, у них перешло в А. АД стало ЕД. АС, АС, да, то есть, есть, опять же, Э перешло в А. Ну, И, также ИДТИ, причем у них Я это ехать, а И это ИДТИ, очень на нас тоже похоже. Ну, вот, интересно, гар, то, что по-русски жрец, да, мы как-то считаем, что жрец это тот, кто жрет, но у них тоже есть два корня гар, один, собственно, означает жрет, другой это петь. Поэтому, возможно, русское слово жрец, оно происходит от другого, корня гар, это обозначает тот, кто поет гимны какие-то. Граб, хватать. Но оно часто, чаще всего, этот корень используется в виде граб, но более древняя форма граб. То есть, у нас грабли, грабастать. Я был в Сербии, рекламу видел, там, что-то там, приди до 5 мая и огреби награду. Ну, понятно, там по-сербиском написано, вот это получи награду, у них огреби. Ну, то есть, возьми. Чит, читать, джив, жизнь, да, опять же, у нас это ж, у них дж в этом месте, жив, живой, женя, знать. У нас з, у них з нет, у них вместо этого дж. Так, читать, тап, топить печку, тап. Трас, трястись, др, драть, да, давать, дга, девать, доить, вот дга тоже. Вот, ну, просто Андрей Анатольевич Зелезняк, он специализировался на, собственно, славянских языках и на русском, поэтому он мог полноценнее анализировать именно русские слова. Я, поскольку на славянских языках не специализируюсь, мне иногда сложно бывает, то есть, для санкредита я про форму понимаю, а для русского языка не всегда понятно, действительно, это так одинаково или это у нас какое-то новое что-то было. Убги, боязнь. Щру, слышать. Ну, видите, не всегда одинаково, то есть, у них щру, допустим, скраткое у, а у нас слышать, и, то есть, должно быть долгое у. Ну, прям, то есть, все-таки это не совсем математика, иногда бывают расхождения, но очень много общего. Ну, СТХА стоять, самый известный, да, то есть, это Татарстан, Узбекистан, все это стан имеет Руджастан. СМИ смеяться. Ну, родственники это тем более, да, одинаково все. Бхарат, Расава, Фарсуну. Мы, правда, уже разучились понимать, кто такие деверь, кто такие, там, Ютроф еще есть. Вот, у меня на сайте, на самом деле, все это есть, поэтому можно там все это почитать, чтобы сейчас просто долгое. Вот, если вы хотите статью Залезняка, можете сфоткать и скачать по QR-коду, но это именно статья Залезняка про индоранцев, то есть, она очень длинная, и там куча примеров, там, особенно из иранских слов, там, из осетинского языка. Вот, ну, и на этом все. Если какие-то вопросы есть, то давайте обсудим. Вот, в любом случае, спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы выслышали. А, то есть, из Анатолия. А, ну, просто когда, собственно, все, что было сегодня про археологию и отчасти генетику, я, собственно, это услышал в этом году в Лейденском университете, нам преподаватель каждый раз говорил, то есть, вот это сейчас так, вот статья недавно вышла такая, поэтому сейчас так имеем. Например, через год все будет, может быть, совсем иначе, так что это просто... Ну, то есть, лингвистика, по большому счету, есть, новых текстов не будет, ничего нового глобально не скажут уже про европейские языки. Археологии, опять же, если какую-то новую культуру, совсем новую революционную не найдут, тоже ничего не сделают. А вот генетика сейчас то поле, где вот постоянно новое делают, потому что накопали за последние 200 лет профессиональные археологи очень много, костей много, все можно проанализировать. И они там такие модели делают, там находят курганы разные, тут вот, куда у него череп повернут, вот у него какое количество инвентаря, вот у него топор в ногах лежит или в голове. И они накопали там несколько десятков курганов и все это в базу данных загнали, что типа, какое у нас количество курганов, где топор у головы, какое количество, что он сзади. И они на основании этого делают прям статистику по каким, в каких местностях одинаковые расположения, а в каких разные. И там тоже есть свои интересные выводы, то есть, все это сейчас в статистику загоняется, но в основном генетика, да. Но, честно говоря, я не знаю, то есть была, ну, анатолийская гипотеза была Кольна-Ренфрю, собственно, он раньше считал, ну, выдвигал гипотезу, что индоевропейские языки пришли в Европу вот с фермерской революции. То есть я вот про такую слышал. Вот, также есть гипотеза Гамхарлидзе-Иванова, это отечественные именно лингвисты, они безо всякой археологии практически и совсем без генетики, они просто проанализировали, в каком ландшафте должны были жить индоевропейцы в плане вот общих слов, там, какие животные были. И оптимально из всех археологических культур они нашли в современной Армении. Вот, то есть, ну, Северное Причерноморье, да, это пять тысяч лет назад, восемь тысяч лет назад они могли быть где-то еще. Еще вопросы? Опять же, я не словист, поэтому я сходу не могу сказать. Да, у нас есть, во-первых, ну, если вот интересно, как славянскую этимологию смотреть, то, во-первых, есть словарь Фасмера, ну, там, в интернете можно найти, то есть, когда вы просто вот какое-то слово современное берете, хотите разобраться, а как оно было тогда, раньше, вот, самое первое, что есть, это словарь Фасмера в интернете есть, там, вот, Всевышний, вот, я бы там нашел для начала, вот, но словарь Фасмера, он не очень такой прям глубокий, но он хотя бы вам даст базовую проформу, вот, и есть также ЭССЯ, Этимологический словарь славянских языков, но аббревиатурой ЭССЯ, он, правда, издан только, по-моему, до буквы П пока что, но там, то есть, ну, я обычно беру проформу из словаря Фасмера, ну, я смотрю, может быть, это вообще какое-нибудь там позднее заимствование, тогда и говорить не о чем, но если действительно там есть какая-то общеславянская проформа, я обычно уже ее ищу в этимологическом словаре славянских языков, там более общая, ну, выше, наверное, нет, хотя там вначале это В и И, В, В, это тоже как У может быть, Ушна, Вишну, И нет. Ну, с Кришной точно не получается, да, с Крышень, Вишня, скорее всего, тоже нет, потому что И, нет, это в современных языках русском, у нас как бы И и И смешивается, да, Ну, как бы вот считается, что базовым аналогом И, ну, является И как в современных языках, ну, или там в украинском языке, допустим, да, там, то есть И и И, они как-то взаимозаменяемы в разных вот славянско-восточнославянских языках, но раньше И к И никакого отношения, ну, ЖИ, ШИ то же самое, да, вот, пиши с буквой И, да, то есть вот у нас И и И начали смешиваться, но то, что в славянских языках смешиваются звуки И и И, это очень позднее явление. Поскольку изначально И проистекает из долгого У, то есть там общего ничего быть не может. Поэтому если слово Вишну есть И, то оно должно быть и у нас в каком-то виде. Ну, давайте слева направо. Да, ну, современный хинди, ну, если говорить совсем точно, он не вышел из санскрита, то есть было много древнеиндийских языков очень похожих, вот, один был ведийский, другой санскрит, третий в итоге дал хинди, ну, грубо говоря, да. Интересно, что хинди, ну, и прочие индийские языки, серо-индийские, они фонетически очень слабо изменились. То есть, если мы посмотрим на персидские, ну, вроде бы, соседняя версия, все одинаково должно быть, персидские слова, они очень сильно фонетически изменились. Хинди же, он изменился в основном только в плане грамматики. То есть грамматический принципиально другой язык, там совсем другая грамматика, но лексика на 70% одинаковая, как правило, она произносится так же, просто без падежного окончания. Ну, так же в хиндии очень много персидских слов, да, потому что, ну, во-первых, там много английских слов в современном хиндии, и плюс они с 12 века находились под завоеванием персоязычных мусульман, и поэтому в хиндии очень много персидских слов. Но все, что там ни персидский, ни английский, это обычно идет одинаково с санскритом, да. Ну, видимо, я как-то оговорился, нет, я имел в виду, да, афанасьевская культура, интересно, ну, я, допустим, для себя только в этом году, собственно, в Лейдене узнал, что это были какие-то родственники Тахар. То есть, да, потому что, когда мы смотрим, ну, мы, долго листать, в самом начале, да, у нас было три культуры, где лошадь одомашнивали, да, то есть, ну, точнее, там у нас была вот здесь ямная культура, фиолетовая, розовая. Тахары, они на территории современного Китая находятся, ну, то есть, да, вот есть такой тахарский язык, он был в Средней Азии, там, в основном, буддийский текст на нем написан, но если анализируют сам язык, то видно, что он какой-то индоевропейский, но не похож, то есть, он вроде бы среди там всяких хинди, персидских языков и так далее, но он не похож на них, он кентумный, вот, и, то есть, видимо, была миграция не только вот эта индеранская, то есть, арийская, там, откуда-то, с запада, но также была миграция кого-то, кто был родственен кельтом, не только в Европу, то есть, ну, вот одна ветвь, она пошла и в итоге стала кельтами, на запад другая ветвь, оттуда же, видимо, изъяна археологической культуры, пошла на восток, она дала нам афанасьевскую культуру, видимо, оттуда прямо ликосно вышли, во-первых, тахары, это на территории современного Китая нашли мумии, очень интересные, и также, если мы смотрим на сегодняшнюю популяцию, это, видимо, башкиры, потому что башкиры очень тоже большой процент Р1Б, тоже, то, что есть в Западной Европе, но у них свой вариант Р1Б, то есть, видимо, была вот две миграции на восток, то есть, видите, они не смешивались почему-то, то есть, поэтому изъемной культуры, вот эту более серную корритве, возможно, прямую вводить не стоит, хотя они, конечно, генетически и культурно были очень близки. Ну, и да, я извиняюсь, афанасьевская, она не мифическая, я, видимо, что-то иное имел в виду. Так, а еще был вопрос? Пожалуйста, какие источники, то есть, мы под источниками имеем в виду не конкретную книгу, как материальный предмет, мы имеем в виду текст, потому что, что древние индийцы, что древние иранцы, они первое время считали, что письменность вообще придумали демоны, и что настоящие жрецы должны только заучивать свои тексты, родители и так дальше передавать. И, видимо, они в этом хорошо преуспели, потому что у них были свои мнемотехники, и они очень сильно этим занимались, то есть, они один и тот же текст как минимум тремя разными способами выучивали, то есть, там, слова переставляли, и, то есть, человек десятилетиями занимался тем, что он один текст учил, поэтому и они эти тексты очень долго передавали, устно, исключительно устно, а потом уже письменность к ним пришла, ну, где-то вот в IV веке до н.э. Ну, в любом случае, сам древним текстом считается Ригведа, хотя там тоже есть разные слои, более древние и более поздние, но ее текст, по-моему, из того, что реально можно пощупать, он какого-то XIV века н.э., то есть, достаточно поздний, ну, потому что индийский климат достаточно сырой и влажный, у них там все быстро гниет, а что не гниет, то муравьи съедают, поэтому вот именно материальных предметов очень мало, то есть, там вот есть маленькие эдикты, допустим, царя Ашоки, то есть, почему мы знаем, почему мы датируем, что у них была в IV веке до н.э. письменность, потому что на камнях и на металлических колоннах есть надписи, но это как бы уже не санскрит, это другой язык, типа, пали, вот, но, то есть, вот так, то есть, мы, нельзя сказать, что Ригведа была написана тогда, хотя иногда я так оговариваюсь, Ригведа была составлена 3000 лет назад, а написана она была уже позже и, как бы, первичный для них аудио, а не текст. Ну, у них есть разные предания, в том числе, там, миллионы лет до нашей эры, но, ну, религиозного характера, не реально просто, ну, во-первых, мы видим по археологическим культурам, потом мы можем сопоставить с другими языками, ну, санскрит росим, допустим, древнегреческому языку, соответственно, мы знаем датировки древнегреческого языка, мы можем прикинуть, а когда они разошлись. А также, ну, какой-то текст может быть датирован по каким-то другим текстам, то есть, какой-то в одном тексте поменяется другой текст, значит, второй текст более ранний. Ну, санскрит был составлен как искусственный язык примерно 2,5 тысяч лет назад, то есть, считается, самая главная грамматика парни, хотя были грамматисты до него, то есть, они взяли язык и обработали, то есть, санскриты переводятся как сделанный, совершенный, совершенный, то есть, они взяли язык, сделали для него грамматику, то есть, выкинули какие-то редкие вещи, стандартизировали, то есть, как тот один стандартизировал язык в своей деревне, грубо говоря. Да, в соседней говорили чуть иначе, в соседней могли акать или окать, там, или еще что-то. И это все был все равно один язык, древнеиндийский, но взяли один диалект, его сделали жесткую грамматику, и дальше ее устно передавали. То есть, ну, примерно 2,5 тысяч лет назад, чуть больше, этот язык был обработан, то есть, для него была составлена грамматика. Ну, германские языки очень рано отделились, то есть, вот эта единая германо-балтославянская ветвь, ее, на самом деле, видимо, не было, то есть, германцы, они как-то отдельно ушли. Вот, ну, если мы говорим про историю современного немецкого, английского языка, а с балтославянами не совсем понятно, потому что, вот, смогли рано отделиться, смогли поздно, потому что в лингвистике есть такое понятие, как языковой союз. То есть, когда 2, может быть, изначально вообще неродственных языка, они, поскольку популяция живет очень близко, контактируют, начинают лингвистически 2 соседних языка друг на друга влиять. Причем они могут быть изначально неродственны, то есть, ну, самый известный языковой союз, это так называемый Балканский языковой союз, где там и палеоэропейские языки какие-то осадки сохраняли, и греческое влияние, латинское влияние, славянское влияние, венгерского языка влияние, немецкого языка влияние, то есть, там и цыганского языка влияние, то есть, вот там очень много, мы видим, когда языки изначально неродственные, там, как, допустим, палеоэропейский, какой-нибудь цыганский и венгерский, они в одном языке мы видим от каждого из них что-то общее это так называемый языковой союз конвергенция, когда языки сближаются потому что люди вместе живут и с балтославянами могло вполне произойти то же самое но они поскольку родственные были то мы не понимаем они как бы разделились, сошлись или не делились, разделились ну то есть там они всю жизнь вместе жили поэтому очень сложно их как-то анализировать да, мы видели, что допустим по каким-то фонетическим законам они должны были очень давно разойтись там те, кто занимаются ударением скажут нет, там одно и то же все ну среди современных людей лингвистов все-таки большинство поддерживают идею балтославянской ветви собственно как мы на слайде видели но есть те, кто считают, что не было никакой балтославянской ветви а что они просто разделились и просто рядом жили можно ли сказать, что есть какая-то связь между солянными словами да, типа свастики и санскритом или это вообще символика, символика когда там более гребен из корового да, есть если нет, да если не швастик то это а санскрит нет, ну когда мы говорим о санскрите и не о мифических преданиях о том, что там может быть реально отражено мы говорим про промежуток да, там ну трех тысяч лет то есть ну если от сегодняшнего дня считать да, до до самых древних гимнов регведа ну какие-то фразы там могут уходить там пять тысяч лет назад там тоже с древнегреческими есть общие фразы допустим но их не так много то есть глубже санскрит ничего не даст не, ну само слово свастика оно санскритское слово то есть ну ну там су плюс асти то есть асти как есть су это все хорошее су асти дают по сочетаниям свасти то есть ну и к суффикс как как делатель то есть делатель хорошего то есть само слово санскритское а символы ну наверное зависит от трактата может быть в трактатах по архитектуре у них что-то такое есть но прям в регведе наверное нет хотя там что-то наверное ну когда контекст подходящий упоминается прям чтобы одно слово во всех во всех этих языках сразу было ну прям на первый взгляд я думаю вполне ну хотя у китайцев там ударение такое ну созвучных я думаю да другое дело что если разбираться они будут на самом деле из разных кубиков состоять ну и обозначать разные там допустим в одном ну два слова одинаково звучат в одном там будет приставка из одного звука и там корень из трех а в другом наоборот приставка из двух звуков и корень из двух там ну грубо говоря то есть ну слова же они из чего-то состоят там корень из сухих а с одинаковым значением ну с одинаковым значением я думаю так если очень-очень-очень натянуть то можно ну я не изучал их языки но чисто статистически я думаю можно при большом желании поэтому пишется работа что есть исследования которые которые сказали что авторийские агрегены в принципе потребности ближе чем носители которые там можно это есть то есть европейское и еще тогда что если может ничего учиться с европейскими языками в принципе заказывают это слушай они показывают там старых самых этих слов они показывают нет не исторически а просто случайно при большом желании пишут там что кто-то от шумеров напрямую превзошел кто-то от инков но собственно поэтому столько работ всяких и есть смешных и псевдонаучных потому что можно подтянуть если мы берем не действительно фонетические законы то есть если мы говорим что в одном языке такой звук должен соответствовать такому звуку другому языке то должно быть во всем языке а не в двух словах то есть когда у нас есть жесткий фонетический закон когда у нас в 80% случаев русскому соответствует санкрийского это фонетический закон а если просто вот накидать что попало то как многие делают чтобы там показать какое-нибудь происхождение от шумеров напрямую то да можно при большом желании с какой приемной скоростью раскроются славянские языки полного внимания можно сказать что русский понимал польский на сотни лет если сейчас посмотреть на сервис языке он правильный шуток на качать русский ну скорость можно только посчитать в прошлом а в будущем уже не замки и события если кто-то кого-то завоюет то естественно язык будет сильнее меняться а если кто-то от всех отделится и скажет мы не хотим никого видеть мы будем говорить на своем идеальном языке и хранить его то естественно их язык меньше поменяется поэтому многое зависит от истории поэтому в будущее прогнозировать очень сложно в прошлом можно посчитать да 2000 лет назад да считается что славянские языки разошлись полторы тысячи лет назад но опять же у нас нет представителей древних восточных славян древних южных славян чтобы мы могли эксперимент провести но славянские языки очень сильно похожи поэтому видимо вполне себе это был как один язык почти что ну наверное где-то какие-то инновации уже появлялись давшие в итоге разные восточные западные славянские языки но в целом было все одинаково а это не доказать потому что славян краткое о и краткое а слились в а в о а у иранцев краткое а и краткое о слились в а то есть было это развитие изначально одного слова дало бы одно и то же или было это заимствование на поздней стадии одно и то же дало то есть тут принципиально не доказать но оно в любом мне кажется мне кажется в любом случае было вопрос в том значило ли оно одно и то же или нет потому что ну вот в статье залезняка есть все-таки анализ того что это слово могло бы означать и там может быть было в принципе влияние что может быть вот эта хименистская держава она может быть и на славян на предков славян какое-то влияние оказывала может быть не знаю к ним какие-то эзрослийские пророки приходили в какой-то часть славянской популяции появился дуализм и это может быть следствием этого потому что вроде бы нет заимствований от скифов то есть прям чтобы было огромное количество слов как от германцев у славян нет такого большого числа от скифов поэтому видимо поздних контактов между скифами и славянами не было и все общее оно должно идти в более раннюю эпоху ну да ну нет честно говоря я вот только в основном с индийцами иранцами а фестский диск это Европа я тут и древнегреческий плохо знаю так что не специалист так ну что если вопросов нет тогда наверное будем заканчивать спасибо вам за то что пришли вот а ну поскольку я сейчас в последнее время живу в сербии то только занятие онлайн вот поэтому да есть я нигде не написал он заканчивается в декабре да то есть там уже ну я думаю параллельно может быть что-то сделать ну давайте просто свой сайт напишу все системы стали с вашим периодом без ключей санскрин так ну санскринтворк короче без без ну там есть вот эти статьи ну то есть помимо того что там рекламирую свои всякие занятия там есть ну и статья залезняка и список залезняка то есть вот эти общие слов то что мы сейчас быстро пробежались вот ну и просто я стараюсь туда разные тоже академические статьи выкладывать наиболее важные не часто правда но то есть там есть что почитать а как можно объяснить вот это желание очень для совершенно абсолютно через культуре такого юрист или санскринта почему тем обеспечить такое конечно видео в том числе государственных сервисов которые приводят таблицы с звучащими словами французские современные это неинтересно но каждая нация пытается себя одревнить и сказать что мы самые древние самые важные от нас все произошли а поскольку вокруг санкрии очень много мистификации но и не только мистификации но действительно он достаточно древний да то есть это первый священный текст индиверапейцев они в общем-то ну конечно там у хетов что-то есть но такие полноценные священный текст целиком в виде регведа ничего древнего индиверапейцев нет и соответственно как и в научных кругах это считается очень таким важной вещью так уж в псевдонаучных это раздувается до небес плюс когда различные индийские секты в частности кришнаиты пытаются продвигать свое учение в других странах они естественно этим пользуются они говорят вот у вас же вот тут там три тысячи лет назад все кришни молились смотри кришна это крышень ну поэтому вот кришнаиты тоже так делают и другие секты они пытаются научить вас тому чего не было для того чтобы вы им поверили и стали уже кришне молиться вот ну ладно тогда все спасибо вам за внимание спасибо спасибо спасибо